Меня зовут Сагалбайла Абылай, я представляю Акмолевскую область, Аккольский район. Я претендую на грант по открытию цеха по переработке битумсодержащих материалов. В Казахстане уже накопилось 41 миллиард тонн вторичных материалов, и только 9% перерабатываются. Поэтому мой цех будет перерабатывать битумсодержащие материалы, это рулонные материалы, это какие-то битумные материалы. И ежегодно мы готовы перерабатывать порядка 300 тысяч тонн этого материала, хотя тысячами тонн это лежит на свалках, где-то в оврагах, где-то что-то. И эти материалы мы готовы перерабатывать. У меня технология запатентована, имеется патент. Поэтому получаем битумные материалы, получаем в перспективе ставить цех на производство рулонных материалов. Битумные материалы мы уже сейчас получаем, это битумный зеленый картон, это битум-порошок. Из всего этого получается, то есть мы сейчас в Гранде, я хочу закупить плавильную установку, где будем плавить битумизированный картон, порошок, полиэтиленовую пленку булочную, булочную резиновую крошку, отработанное автомобильное масло. То есть все из столичного сырья, и мы получаем гидролизационный материал вирпласт в результате. И попутно мы получаем еще продукты для асфальтных заводов, асфальтно-битумных заводов. Ну, в принципе, в двух словах вот такая ситуация. Это ежегодно, вот под нашим ТНВ-коду, ежегодно с России, с Белоруссии заходит порядка 15-18 миллионов долларов материала, который я хочу выпускать. Здесь мы можем поставить буквально 3 миллиона, 20% от этого я мог бы, мы сами могли бы производить все из столичного сырья. То есть вот такая, тем более в условиях пандемии, это очень актуально, потому что мы сейчас остались сами с собой, и производство строительных материалов, гидролизационных материалов. Ну, мы это можем делать, это можем производить. Ну, вот такая ситуация, в двух словах. А машина, которая обрабатывает битум, вы загрелись сами, получается? Да. Потому что вы инженер и обучаетесь. Я не инженер, но я немножко с этим сталкиваюсь, поэтому приходится по ходу все это. Ну, то есть аналоги есть в России, но если в России покупать, это я говорю, это сотни миллионов долларов это будет стоить. Ну, у нас есть свои инженера в Казахстане, к которым я обращаюсь и которые могут это сделать, ну, не проблема. Спасибо. Вот теперь. Вот материал, вот. Еще сюда к остановке требуется, короче, теперь плавильная установка. Теперь мне нужно на плавильную установку и на транспортер. Вот это называется битумизированный картон, то, что я из этого получаю. А второе это битум-порошок. То есть вот это можно применяться, короче, у нас может применяться в строительной отрасли. И когда я вот это все перевариваю, вот видите, получаю я блоки, вот эти плиты. У меня печи маленькие, а мне нужно большую пятикубовую печь сделать. То есть она у меня в проекте есть уже. И я хочу, для этого мне нужен грамм. То есть я создал для печь, для печи нужен грамм? Да. Или для плави? Для плави, да, плави, печь. Да, да, да. Вот это маленький установок, я просто образец создал. Понятно. То есть вы уже дробление сделали, вам нужно плавить? Да, да, да. А печь вы теперь, как будете? Вы сказали, что вы будете сами производить. Да. Вот вы 5 миллионов на что потратите? На создание печи. Конкретнее, что купите? Вот работы, допустим, если вы хотите за работу оплачивать, это нельзя с грантовых средств. В смысле, за какие работы? Вам же кто-то говорит, что из себя представляет печь? Это же конструкция. Конструкция. Ее нужно построить. Ну. Вот за строительные работы грантовые средства не оплачиваются. Вы будете что-то покупать? Материалы? Оборудование, какие-то комплектующие? Нет, я если буду покупать, допустим, я могу в России купить это, да, за 15 миллионов. Ну, я хочу создать за 5 миллионов сам. Ну, объясните, что такое создать? Вы будете строить? Из чего вы хотите ее создать? Материалы. Материалы. Ну, конечно, это тены, это металл. Соответственно, это я нанимаю конструктора. То есть это рисунок, это чертежи. Ну, то есть я вот для этого.